Мне кажется, мы сегодня можем с тобой рассмотреть идеи для новогоднего стола. Ну, может быть, не прям самый Новый год, но, в принципе, предновогодние дни, посленовогодние, короче, зимние праздники. Будем готовить ромовые бабы, но сироп будет не ромовый, а из сидра. Мне понадобится 200 мл молока. Молоко нужно чуть-чуть подогреть. Чуть-чуть-чуть-чуть. Так, подогреваем, пока молоко подогревается. Мы с тобой готовим тесто. Значит, начинаем, потому что молоко нам тоже нужно в тесто. Два яйца и два желтка. Это такая интересная дрожжевая версия ромовых баб, то есть, ну, таких кексов, которые потом превращаются в ромовый баб, когда их пропитывают ромовым сиропом. В нашем случае будут сидровые бабы. Мне кажется, это интересно, особенно есть люди, которые, например, не выносят, не переносят просто запах и вкус рома, и выпечки в том числе. Вот прекрасная альтернатива, когда заменяешь ром очень-очень низкоалкогольным сидором, ну, тем более, когда мы варим сироп, то вообще весь алкоголь уходит, и вообще получается красота. Начинаем взбивать на высокой скорости. Добавляем сюда сначала 15 граммов. Да, ты не ослышалась, именно 15 граммов сахара, то есть совсем немного. Именно потому, что у нас будет сироп. Можно сказать, что это такая столовая ложка с горкой. Дальше взвешиваем муку. Муки мне нужно 300 граммов. Легкой, воздушной, нежной, пышной. Которую я добавляю 14 граммов сухих дрожжей, быстродействующих. Сюда же я добавляю соль. И вот молоко согрелось, я его снимаю. Красно, пока чуть-чуть остынет. Соль и четверть чайной ложки. И сливочное масло. Вообще, ты знаешь, разобьем, поможем. 90 граммов такого масла мне нужно. Все, добавляю это масло, нарезанное кубиком. Чтобы ему легче с соседями было подружиться, я ему немножко помогу. И пусть оно вмешивается вот таким вот образом к яйцам и сахару. Самое время начать понемногу добавлять сюда муку, дрожжи и соль. Как только мы видим, что тесто становится чуть более крутым, чем нам хотелось бы, проверяем молоко. Отлично, теплое, видишь? Я туда спокойно опускаю палец. Аккуратно добавляю молоко. Опять муку. И еще немного молока. Оставшуюся муку. И можно сказать, тесто готово за исключением одного момента. Ему нужно немножко подойти. Это значит, мы с тобой вынимаем тесто из формы. Вернее, вынимаем тесто из чаши. Так. Видишь, какая прекрасная консистенция. Оно должно быть таким жидким, не пугайся. Дрожжи начнут делать свое дело. Давай сейчас убедимся только, что все у нас все равно. Вот видишь, техника, конечно, нам очень помогает. Без нее никак. Но нужно всегда держать руку на пульсе у техники в том числе. И теперь в миску. Видишь, какое оно однородное. Оно похоже немножко на тесто для конуле. Ты помнишь, мы делали его? Только конуле, конечно, делается сложнее в том смысле, что оно должно ночью стояться. Ты помнишь, да? В этом случае ничего отстаиваться у нас не должно ночью. Но все, конечно, должно будет пропитаться ромом. На это тоже время нужно. Поэтому можно на самом деле заранее испечь эти бабы, пропитать их ромом и потом уже подавать. Я почему говорю тебе, что это прекрасная такая одна из идей для новогоднего стола? У тебя десерт уже готов. К нему сливочное мороженое, взбитые сливки, чай, кофе, потанцуем. Все. Теперь мы эту чашу затянем пленкой. И поставим в духовку подходить. В духовку, которая не работает. Почему я ставлю в духовку? Потому что это самое надежное место, в котором нет сквозняков. Видишь, как она герметично закрывается. А мы с тобой сейчас будем готовить рис с морковью. Вот такого рода, немножко с восточным акцентом, рис с морковью. Во-первых, чем хорошо? Во-первых, конечно же, морковь. Она сладкая. Она очень вполне себе сезонный зимний овощ. И ее можно приготовить так, чтобы пальчики оближать, лучше любой картошки получится. Самое главное, сначала мы ее бланшируем. Вот я в кипяток отправляю. Минут буквально, ну, в зависимости от размера. Но я вот предпочитаю ее уже вот так нарезать, чтобы она была у тебя вот таким вот приятным брусочком, как бы. Но при этом было понятно бы, что эта морковь там не тыква, не сладкая картошка, да, батат вот этот вот такая. А именно морковь. В кипяток бросила, минут на пять оставила. Все остальное будет очень просто. Ну, к этому очень просто. Мы с тобой вернемся буквально через две минуты. Потому что, тадам, тарам-тарам-тарам. А я говорила, все будет очень быстро. А я говорила, все будет хорошо. Пу-пу-пу. Так. Я беру противень. Кладу вот так вот эти формочки. Ну, вот они мне как бы такие. Они универсальные. Я в них как к нуля делаю какие-нибудь кексы. И вот такие ромовые бабы тоже мне нравятся. Конечно, ромовые бабы обычно там в Неаполе не такие с грибочком. Ну, в принципе, мне кажется, эти тоже подходят, правда? Беру ложку и начинаю наполнять наполовину вот этим чудесным тестом. Посмотри. Сейчас я взяла другую ложку подстраховаться. Но сейчас посмотрим, как у нас получится. Что у нас получится? Вот, примерно, да. Вот так вот. Это получилось чуть-чуть больше, чем половина. Сейчас мы найдем верное количество. Вот я вижу, уже мы ближе к желаемому. Так. Вот, вот. Вот видишь? Вот оно оседает и получается половина. На самом деле, не пугайся, если чуть-чуть больше, как раз получится самая шапочка, как у неаполитанских ромовых баб. Видишь, какое тесто чудесное получилось. Воздушное, гладкое, шелковистое. Между прочим, абсолютно не сладкое, потому что здесь всего 15 граммов сахара. Ха-ха. Так что можно взять на заметку и подавать, например, такие булочки к чему-нибудь, например, к супу какому-нибудь. Или вместо пирожков, если ты к борщу что-нибудь подаешь, вместо пампушек, например. А что здорово, правда? Я предпочитаю делать вот такие вот крохотные экземпляры. Температура в духовке 160 градусов на режиме горячий воздух. Выпекаются они довольно быстро, не более 20 минут. Как раз то время, которое нам нужно, не поверишь. И рис сделать, и рыбу. Лук-шалот. Вот такая одна крупная луковица или две небольших. Зубчик чеснока. Один. Корень имбиря. Натереть на терке лучше. В этом случае. На мелкой очень. Видишь, что получилось такое вот практически пюре из корня имбиря. Так. Уже мне запахло, ты знаешь, Таиландом. Честное слово. Имбирь в сочетании с чесноком – это абсолютная бомба и абсолютное счастье и сказка для тех, кто любит вот такой восточный вкус. Зеленый чили. Хочешь, чтобы не было острым, мы с тобой миллион раз это говорим, я просто повторяю, удаляешь семена, либо находишь тот перец. Сейчас очень много вариантов чили. Есть-то халапиньо такие из Южной Америки. Есть вот очень много разновидностей чили красных, зеленых из Таиланда, из Вьетнама. Есть итальянские пепперончино мелкие, которые мы можем у себя на подоконнике вырастить. То есть тут уже просто как твоя душа пожелает. Все. Мы приготовили наши овощи. Морковь почти тоже уже готова. Я беру сковороду ВОК и разогреваю в сковороде оливковое масло Extra Virgin Olive Oil для того, чтобы эта еда насытилась такими полезными, во-первых, веществами, но, во-вторых, очень ярким таким ароматом, который присущ этому маслу. Он незабываемый и непередаваемый. Такой просто его ни с чем не спутаешь. Я его за это так и люблю. За почерк. Теперь добавляю сюда лук, чеснок, имбирь, перец чили, несколько капель кунжутного масла для аромата, буквально пол чайной ложки. И вот как только лук с чесноком готовый, я еще раз повторяю, в сковороде ВОК это происходит моментально, добавляю сюда пол чайной ложки куркумы. Невероятно полезные специи. Уже все ученые кричат о том, что куркумин – это просто то вещество, которое помогает нашему организму преодолевать старение, бороться нашим клеткам с окислением. То есть это сильнейший антиоксидант, мощнейший. А еще один мощный антиоксидант – это рис. Вообще, ну, во-первых, когда я готовлю вот такую восточную еду, которой он идеально подходит, а во-вторых, он себя ведет при готовке, ну, просто как отличник на пять. Он становится таким рассыпчатым, он так красиво белеет, понимаешь? Вот здесь видно, что он такой немного прозрачный, а потом, когда мы его отвариваем, он становится белым. Я его уже заранее отварила, чтобы просто после того, как я вот, видишь, морковь добавила сюда, смотри, как красота, соевый соус. Не солю, потому что добавила соевый соус. Можно еще чуть-чуть. Сразу чувствуешь, какой пошел карамельный, да? Карамельная история такая началась. Но на этом карамельная история не закончится, потому что я добавлю сюда еще кленовый сироп. Можно мед жидкий, если хочется. Ну, мне нравится, потому что в кленовом сиропе есть вот как конкретно эта карамельность, которая очень здорово сочетается с восточными специями. Мед, если берешь, то бери такой нежный. Не надо брать гречишный или каштановый, понежнее. Практически все готово. Осталось добавить сюда рис. Посмотри, я тебе сказала, вот как, понимаешь, какой он рассыпчатый. Рассыпчатый. Обалденно, смотри. Соединяем его. Ну, столько, сколько надо. Мне кажется, здесь нужно как бы держать определенную такую... Определенный баланс выдержать между морковью и рисом, чтобы они друг друга не затмевали. Посмотри, как рис любит куркуму. Вот рис понимает, где польза-то. Польза к пользе тянется. Подобное притягивает подобное. Ну вот, мне кажется, очень хорошо. Видишь? Дальше обязательно зелень. Зелень – это и аромат, это и цвет, это и вкус. То есть без зелени... Вот за это я тоже очень люблю восточную кухню. Без зелени там некуда. Ну, посмотри, какая красота. Ну, посмотри. Так. Так, несмотря на то, что зима, у нас на кухне с тобой температура такая серьезная. Я беру кинзу. Можно взять мяту, можно взять зеленый лук. А это вот как раз те специи, которые очень часто используются в Таиланде. Базилик, особенно тайский базилик, конечно, здесь трудно его найти. Но даже наш базилик очень здорово работает. Все. Рис готов. Подавай в любую минуту. Кстати, он остывший очень вкусный. Делаем рыбу. Это у меня филе ментая. Тоже будем готовить ее по-восточному. Быстренько делаем приготовление. То есть мне нужен корень имбиря. Вот такими тонкими полосками нарезаю ту часть, которая не волокнистая. Она ароматная. Там дальше уже это все неинтересно. Вот такими полосочками нарезали. Зубчик чеснока также тонко порезала. Так. Выложила это все вот сюда в сотейник. И дальше очень интересный соус. Я вообще обожаю. Обычно это китайцы так готовят. Такая, получается, припущенная рыба в соевом соусе. Вот сюда 200 миллилитров соевого соуса. Но в китайской кухне, конечно, добавляется какое-нибудь такое вино. Естественно, рисовое или там сливовое и так далее. Мы добавляем вермут. Чуть меньше, чем соевый соус. На 50 миллилитров. То есть 200 соевого соуса, 150 миллилитров вермута. И немного воды. 100 миллилитров воды. Доводим все до кипения. Пока у нас все это кипит, берем оставшийся перчик зеленый чили. Это если ты любишь острое. Вообще, в данном рецепте можно и без чили обойтись. Мне просто нравится, что он придает такую пикантность. И немножко красного. Ну и цвет, конечно, правда. Дальше мне понадобится зеленый лук, когда рыба уже будет готова. Но я его лучше сразу сейчас порублю. И, собственно говоря, все. Мы выкладываем рыбу. Обрати внимание, я использую филе минтая. Вообще, это очень качественная рыба. Самое главное, на что я всегда обращаю внимание, нужно, чтобы рыба была выловлена и сразу упакована на судне в море. Именно так и происходит вот с этой рыбой. И она сразу же упаковывается и замораживается самыми современными технологиями. В ней нет ни лишнего льда, ни вот этих всяких, знаешь, глазурей каких-то ненужных никому. Никаких добавок. Это просто чистейший продукт. И очень удобно. Два размера упаковки. 600 граммов и килограмм. То есть большая компания, у тебя покупаешь большую упаковку. А так всегда в холодильнике можно держать 600 граммов, если вдруг как-то нет идей, что же приготовить на ужин родным, любимым или на обед. Вот, пожалуйста, прекрасная идея. Ну и потом это нежная, сочная, такая деликатная рыба без костей, что тоже очень удобно. Присыпаю прямо рыбу перчиком чили. А луком будем присыпать, когда рыба уже будет готова. Она, кстати, готовится очень быстро. Вот, видишь, тут же у нас соус кипит горячим соусом. О, красота, правда. Заливаю все сверху. Вот тут и чеснок, и имбирь. Все. Затягиваю... Ох, как пахнет, правда. Затягиваю фольгой. И отправляю в духовку. Все. Работа закончена. Осталось только одно удовольствие от предвкушения и ожидания. Температура в духовке 180 градусов. Поехали. Оп-ля. Ну что, пока у нас рыба готовится, у нас еще осталось минут пять для того, чтобы созрели совершенно наши булочки, которые сидят в духовке. Они же ромовые бабы, они же бабы с соусом из сидра. Надо же соус из сидра приготовить. Для нашего соуса, ну, вернее так, для сиропа, нам понадобится, как я уже сказала, сидр, но и нам понадобится сахар. Ты знаешь, тут, конечно, сахара будет немало. Тут нам нужно взвесить, не пугайся, 400 граммов. Да, это, ну, мы не добавляли ни грамма в само тесто, ну, ни грамма, мы добавили 15 граммов, это вообще не считается нищетово, как говорят, да. А вот сюда придется добавить 400 граммов сахара. Оп-ля. Ну вот. И эти 400 граммов сахара мы с тобой должны залить сидром. Вот у меня такой сидр. Лучше, чтобы он был не охлажденным, так быстрее пойдет процесс. Ну, на самом деле, ничего страшного, даже если он из холодильника. Так. И доливаем сюда 300 миллилитров, то есть где-то пол вот этой прекрасной бутылки сидра. Так. И теперь наша задача, чтобы сахар растворился, алкоголь испарился. И все, и сироп сварился. Стихи. Конечно. А на кухне это всегда легко получается. Рифмоплетство такое. Ну, стихами, конечно, это вряд ли можно назвать, но такая вполне себе графомания кулинарная. Мне кажется, самый момент. Самый момент. Та-да-дам. Тарам-тарам-тарам. Оп-ля. Ой, обалденные ароматы. Конечно, восток дело тонкое. Посмотри, какая красота. Можно, конечно, подавать и так, между прочим, в китайских ресторанах. Как правило, так и делают, потому что этот соус такая ценная штука. Ну, а можно взять и выложить, вот как я приготовила здесь, вот такую красивую посуду. Вот так выкладываем сюда. Вот сюда, в красивую тарелку, оп-ля, рыба. Сверху, как мы с тобой договорились, зеленый лук. Все присыпаем. И теперь, если хочется, этот соус отдельно, но все-таки можно немножечко вот так вот. Можно немножечко вот так полить еще соусом, чтобы было сочно. Я очень это люблю. Вот. Красота. Теперь выкладываем рис. Ох. Тоже чудесный и прекрасный, с морковью. Так. И вынимаем наши прекрасные булки. Ох. Золотистые, чудесные, готовые к продолжению концерта. Естественно, нам важно, чтобы они пропитались как следует сиропом. Для этого лучше всего, знаешь, вот такие большие банки, можно положить в такую банку, главное, чтобы было горло широкое. А я предлагаю взять, например, вот такую красивую миску. И вот в эту миску. О, посмотри, какие красотки. Так. С полужару, девчонки, очень я нетерпеливо бываю на кухне. Ну, я думаю, ты меня за это простишь. Потому что очень хочется, во-первых, скорее результат получить. А во-вторых, дел впереди много. И теперь сироп, который уже немного остыл, кроме того, что, конечно, он, смотри, как он здорово уварился, и он остыл чуть-чуть. Вот теперь сироп отправляется. Они должны полежать, напитаться этим сиропом, но потом их, конечно же, нужно вынуть оттуда, чтобы они не размокли, не превратились в такую кашу. Ну, вот, собственно говоря, мне кажется, для подготовки к Новому году, между прочим, это еда, знаешь, я о чем подумала? Прекрасная диетическая еда, чтобы не поправиться раньше времени. Чтобы в маленькое черное платье 31-го все-таки поместиться. Субтитры подогнал «Симон»